Ну что ж, продолжаем захватывать мир ведьминам котлея, на связи Чандер, у нас концовочка там открылась вторая, нас пырнули ножом, а пока котику давайте приготовим все что угодно, просто, чтобы было. Давайте посмотрим, какие квесты нас ожидают в этот раз, кузнец мне жизни не дает. Что тебе дать, дружище? Полечить тебе? Давай полечу тебе просто, серьезно. Держи. Скрижали у нас были, еще нужно. Вот, его преосвященство, давайте попробуем выполнить линейку его преосвященства. Да молодуха хочешь, прекрасно, держи, милая моя. Сила молодости, сила юности. Попробуем за священнослужителя отыграть. Капитана гвардии обвинили в неуемном распутстве, под давлением духовенства и возмущенного народа королю пришлось снять капитана с должности и отослать на дальние границы. Воздух чистый прозрачен, минус страхом веет. Ломанули старый склеп внутри мох. Ну, я могу вылечить, это минус страх. Я думаю, страха мы еще наделаем. Минус много страха. Так, скучные люди шуток не понимают. Здесь у нас что будет? Будет минус страх, если мы дадим ему посмеяться. Давай-ка мы тебе порчу дадим, дружище. Это будет минус слава? Я очень надеюсь, что да. Это плюс слава немножко. И минус страх чуть-чуть. Чья на вырубке дерева не в ту сторону упала. Подлечить тебя, это будет плюс слава. А давайте сделаем его красивым. Визуально же красивый будет, визуально красивый. Все, хорошо. Красивый, но мертвый. Так, ну еще вам принесли записку и колосок. Ты меня уж и не вспомнишь, но погляди на эти колосья. Да нигде в мире таких колосьев не видали. С какой радостью я бросил бы их в королевское рыло? Этот позолоченный истукан долгие годы пытался от меня избавиться. Считается, что я слишком мягок с разбойниками и местными жителями, что им потакают. С твоей помощью мы сможем спасти народ от его гнета. Но сперва у меня к тебе будет дельца. Я зайду завтра. Граф О. Хорошо. Что за граф О? Посмотрим. Вот этот. Вот этот. Нет покоя... Ага. Не дает покоя земля соседу. Барон влиятельный. Дружбой с королем и епископом связан. Так и строчит доноса на меня. Подлец. Проучить бы его. Венцом, например. Зельем особым. Только без ядов. Зельем особым. Давай пусть он какую-нибудь... Неуклюжесть, к примеру. Неуклюжесть. Хорошо. Проучу? Проучу. Держи. Плюс страх, но немножко. Чуть-чуть. Мельника разыграем? Точно нет, друг. Точно нет. Ни в коем случае. Опять минус страх. Терпимо пока. Хряка растим на конкурс. А вот здесь можно как раз таки... Действительно выдать. Например, яд. Пусть победят. А мы денег получим. Плюс много страха. Посыльный графа приносит записку. Знатно проучили мы барона. Только, видать, прознал он то, что это моих рук дело. Пустил в мой амбар мышей. И типа портили зерно. Не могу я такое спустить ему. Утром к тебе заглянет один из моих друзей. Не смотри, что одет он как оборванец. Это достойнейший человек во всем королевстве. Помни об этом, когда придет время выбирать сторону. Местный житель благодарность передал... Ага. Трофейную голову. Благодарный вам за лечение разносит вести до самых дальних ферм и деревень. Видимо, добрые дела, весьма неплохая реклама. Проклятие. Граф говорил обо мне? Тогда ты знаешь, что он хочет. Сделай так, чтобы мои парни подобрались к повесю барона незамеченными. И тогда ему не помогут ни влиятельные друзья, ни стражи. Кстати, раньше это... Граф не сотрудничал с разбойниками. Это интересно. Отводуй глаз. Давай. Плюс страх будет. Плюс 10 страха. Но мне нужна минус слава. Изо всех сил. Не сработал, вываривая. Медник увидел и... Тумаков надавал. Вылечи меня. А то всем нажалуюсь, что ты никудышная ведьма. Нажалуйся, нажалуйся, пожалуйста. Очень тебя прошу, дорогой мой. Очень тебя прошу, нажалуйся. Чуть-чуть похихихнули. Минус 3. Доброго здоровья, ведунья. Скотинка моя захворала. Дай лекарство какое-то для нее. Держи мелок. Еще похихихикаем. Но не похихихикали, кстати. Врядельный граф заявил, что готов поделиться уцелевшим заморским зерном со всеми желающими. И после этого голод больше не вступит в наши славные края. Увы, за добрыми вестями все быстро позабыли о печальной судьбе барона, чье поместье разгромили разбойники. Они были сыты, хорошо вооружены и экипированы. Барона, как говорят, насильно кормили мукой, пока он не умер в жутких корчах. А что сделали с его семьей, лучше не знать. То тут, то там обо мне говорят. Заразы. Надо подгадить всем. Сети наставил на меднее, а вода холодная. Ни одна жаба в такую не полезет. Чихаю теперь, изба трясется. Но епископов не приму. Дай чего покрепче, чтоб слезу вышибало. Вот прям сразу слезу вышибет. Может быть даже насмерть. Но порча нет, порча не должна. Похворает немножко, и все будет хорошо. Здравствуйте, многоважаемая ведьма. Не проклинайте нас, пожалуйста. А вы за праг волшебное зелье варите? Тогда дайте нам такое, чтобы корова голосом человеческим говорила. Блин, ну это хочу. Честное слово. Это хочу. Это прям хочу. Посмотреть, что с этого будет. Я понимаю, что плюс слава, ребят. И плюс страх. Но что делать? На скачке лошадь свою хочу поставить. Вот здесь будет минус популярность, по-моему. Если мы... Да. Ослабить бы кобылку его. И вот нас будут проклинать очень сильно. Мы давали быстрый бег. А если полет, кстати. О. А давай. Зелье полета на чужую кобылу. Хе-хе-хе-хе-хе. Пока что минус страх, это как раз нам в плюс. Сольные выступления местной коровы быстро набирают популярность. Зараза. В трактире, вот, ругал вас отборной бранью. Хорошо. С детьми и животными происходит все больше несчастных случаев. Люди шепчут, что виноваты вы и ваш кот. Кот точно виноват. Накажу кота. Смотрите, ребятки. Корова пришла к нам. Я, знаешь ли, теперь личность известная. Но против своей воли еле улизнула детишек. Что меня по выступлениям таскают. Мне в траву жевать, а не все вот это. Потом и спрячь меня. Либо голоса лиши. Блин, это плюс слава будет, да? Отвода глаз давайте дадим корове. Это минус слава. Отлично. Да, судя ведьма, у меня голос пропал. Лекарство. Здесь будет плюс слава, скорее всего. Ой, дорогой мой. Давай-ка ты лучше хряпнешь порчи. Мне нужна минус слава. Отлично. Художник это будет плюс слава здоровенская. Мы его просто полячим. Если он художник, ему надо лечиться, правильно? Кто в здравом уме станет художником? Так, все выступления коровы были отменены без уточнения причины. Деньги за билеты никто не торопится возвращать. И многие недовольны. Опа. Голосистая корова. Егеря говорят о том, что видели, как лесной чаще пылают по ночам разбойничьи. Костры их так много, что даже смотреть жутко. По городам деревням шныряют самого лихого вида людишки. Скупают еду и лошадей. Произносят опасные речи о том, что скоро страдания простого народа закончатся. И зажравшиеся властолюбцы будут свергнуты. Тебе снова снятся один и тот же сон. Опять белое платье матери. Так. Король и епископ притут интриги, а простой народ страдает. Столкнуть бы этих двух дурней лбами, чтоб треск стоял. Хочу у ребят со щупальцами кое-чего узнать. Не знаешь, какое зелье им бы пригодилось? Так, но если учитывать наш прошлый опыт, то там нужно зелье бодростью. Надеюсь, что подойдет. Если деньги в плюс, то подойдет. Подойдет. Хорошо. Прошлое не дает покоя. Забыть легко. Давайте. Зелье стирания памяти. Бам. Подошло. Видимо, это и нужно сделать. Портретист к тебе едет. Как бы сделать тебя стрёмной уродиной. А давай порчу. А давай порчу. В любой непонятной ситуации порча. Мне кажется, хороший вариант. Хорошо. Страх бы еще подуменьшить. Снова сны, но теперь иные. В белоснежном платье ты бежишь по березковому полю, улыбаясь летнему солнцу. Под большим деревом тебя ждет он. Ты видишь его улыбку, и твое сердце наполняется радостью. У него букет полевых цветов. На каждую вашу встречу он приносит разные цветы. После таких снов не хочется просыпаться никогда. Говорят, в здешних землях появились разбойники. Организованы, неплохо снаряжены и грабят только дворян. Торговцев. Так, это мы знаем. Это мы видели. Поздно они появились как-то. Помню, как мы гуляли. Сидеверис, твою улыбку, твои песни, цветы, что ты собрал для меня. Все как во сне. Да, было времечко. А, это кот для меня собирал, что ли? Так, ладно, еще... Ой, отварь слабую. Какой слабоумие. Тирание памяти нужно. Во. Отдать. А епископ-то не брезгает дьявольскими ремеслами. И король узнает об этом. Ну, теперь вывернем грязное белье монарха Святоши на плеш. Сварь-ка зелье, которое и разбойницу превратит в красотку. Ну, разбойницы чаще всего красотки, исходя из многих произведений. Вот она, красотка сразу. С деньгами пока непонятно, что делать. Надо что-то, какой-то квест выполнить. Мы пока не знаем, какой. Здесь алхимы. Да-да-да, здесь алхимы. Алхима здесь. Держи порчу, мелок. Минус страх должен быть. Нет, всего лишь минус популярность. Хочешь немного правды? Истинный наследник престола я. Но младшенький брат, по наущению бастарда, оставил меня умирать в лесу много лет назад. Разбойники нашли и выходили меня, а потом передали за вознаграждение местному графу. К тому моменту при дворе меня считали мертвым, а старый король уже слег в склеп. Мы долго вынашивали план мести, и я верну то, что принадлежит мне по праву. Воздух чистый, прозрачен. Прекрасно, минус страх, то, что надо. Петля готова. Через меня король узнал о темных делах епископа и хочет вызнать больше. Что ж, угостим его слухами. Изысканными кушаниями, винами и даже ядом, который ты сваришь. Хорошо. Отдать. Плюс страх терпим. Вчера на вырубке, давайте полечим. Давайте, давайте полечим. Яблоки кто отворует? Знать не знаю. Зато могу... Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот что могу. Ветер рвет тяжелой тучей, сверкает молния. Узурпатор пришел к власти, не без вашей помощи. Помните ли вы об этом, глядя на сожженные поля, залитую кровью землю и... Исклеванные воронами тела, раскачивающиеся на виселицах? Так или иначе, теперь у вас есть друзья при дворе, что сделают жизнь проще и безопасной. На какое-то время. Е-е-е-ей. 14 минут всего лишь, ребят. Вообще, это прекрасно. Идеально. Вот это идеально. Это шикарно. Вот мы получили вторую концовку Узурпатор Третью, вернее, концовку Мятеж при новом короле и порядке иные Государство объято хаосом и неизвестно Когда наступят мирные дни Увы, озлобленные сторонники предыдущего правителя Никуда не делись У инквизиции по-прежнему припасены дровишки Для вашего костра Да и о пропавшей душе вам следует подумать Ну вообще, мы и так душу уже отдали Поэтому че нам думать о ней Так, нужен епископ Но у епископа есть два развития А вот это что? Вот это, по-моему А вот это, кстати, не знаю Это, это, стоп Это видеть невидимое нужно Это нам должен приходить мужчина в плаще Который попросит, чтобы видеть невидимое По-моему, как-то так Вот это не знаю Это, скорее всего, помочь епископу Видимо Ну а это различные Вот это не знаю тоже Ой, какая красивая Такую мы еще не видели Но посмотрим на нее в другой раз Ну и, конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы А тех, кого еще нет в списке Приглашаю присоединиться по ссылке в описании Вступайте в семью Ведь семья – это главное Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok